Добрый день, дорогие друзья! В контексте слов святого апостола Павла из 2-го послания к Тимофею, в 4-й главе 2-го послания к Тимофею, святой апостол Павел пишет следующие слова. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням, ну к басням, то есть к вымыслам, к таким вот трактовкам. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. В данном случае пишет святой апостол Павел к Тимофею, своему ученику, но эти слова и ко всем нам обрещены. В каком контексте хотелось бы рассмотреть, дорогие мои друзья, вот эти предостерегающие слова святого апостола Павла? Есть одно широко распространенное заблуждение, некая басня такая о том, что якобы, если в семье появляется христианин, или чаще всего говорят христианка, то вся семья становится мучениками. В разных вариациях эту басню можно услышать, иной раз даже говорят, вот посмотрите, условно говорят, давайте имена приведем в учебных целях, условно. Вот Зинаида, верующая женщина, ударилась в религию, постоянно читает молитву, утром как встает, и начинает сначала три акафиста, потом три кафизмы, потом молитву оптинских старцу, потом поклоны за живых, потом за усопших. А бедный муж ее, Степан, например, условно его назовем, приходит с работы, поесть нечего. И он, бедный, все сидит на балконе, курит, да, в телефоне у себя, так сказать, ищет себе хоть какого-то утешения. Никакого к ней приблизиться, к ней невозможно, она все занята, у нее все молитва, молитва, молитва. Дети возвращаются со школы, поесть нечего, дома все не прибрано, ну, в лучшем случае они там в микроволновке что-нибудь разогреют, с позавчерашнего осталось, и в холодильник, если что, найдут. А все потому, и сердобольные, допустим, соседки говорят, ой, бедный Степан, ну вот как ему жить? Ну, конечно, он уйдет потом кому-нибудь, потому что он хочет себе хоть какого-то общения. Вот что значит постоянно молиться, вот удариться в молитву. Или любые другие подобные же примеры. Вот стала женщиной-христианкой, зачастила в храм и дома ничем не занимается. Конечно, дорогие мои друзья, прекрасно даю себе отчет, что вы, когда вы услышите нечто подобное, может быть, начинаете вспоминать некоторые подобные или похожие случаи, с которыми вы столкнулись. Сразу хочется персонально ответить тем людям, которые думают, что я пытаюсь сейчас просто огульно не замечать факты, факты такой, скажем так, неофитской ревности не по-разному. Не отрицаю ее. И ни один нормальный здравомыслящий пастырь, и вообще не только пастырь, а вообще ни один христианин не отрицает реально существующую такую, мягко говоря, духовную болезнь, как неофитская ревность не по-разному. И поэтому все наиболее опытные пастыри церкви всегда как раз предостерегают начинающих христиан от этой как раз болезни ревности не по-разному. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующее. Вот когда нечто подобное вы слышите, такие басни о том, что только стала женщина христианкой, все в семье сразу стали мучениками. Здесь как бы не проговаривается до конца, но подталкивается слушатель, в данном случае человек, который услышит об этом, подталкивается главной мыслью, что вот если бы она не стала христианкой, не стала бы молиться, все бы у них в жизни было хорошо. Но давайте зададимся вопросом, а действительно ли вот в тех семьях, где никто не молится, ни муж, ни жена, там действительно все хорошо? В этих семьях нет ссор, нет каких-то взаимных претензий друг к другу, каких-то неоправданных обид. Там не изменяют, там всегда мир, тишина, там все всегда успевают делать. Ни в чем там нет проблем, да, в неверующих семьях. В тех семьях, где вообще не молятся никак, или как тоже принято говорить, вроде бы люди не отрицают, что есть Бог. Вот кого-нибудь спросишь, ну как, как там ваши родные, близкие живут, что-то вот в храме их совершенно не видно, никогда не исповедуются. Ну да, да, батюшка, они не... Но главное, они не отрицают. Ну хорошо, вот в семьях, которые не отрицают, но в то же время никак не молятся никто, ни муж, ни жена. Все гладко, все ровно, все мирно в таких семьях. В этих семьях дети всегда ухожены, всегда к ним внимание, и все всегда успевают. И такие семьи живут действительно долго и счастливо, да, в тех семьях, где никто не молится никак. Или все-таки мы знаем другие примеры. Я думаю, вы, дорогие мои друзья, все, кто сейчас слушает меня, согласитесь, что это действительно не так. И вот, когда нечто подобное вы услышите, я очень вас прошу, не надо осуждать того человека, который вам это говорит. Осуждать не надо почему? Потому что мы имеем заповедь Божию, не судите, да не судимы будете. Но просто задайтесь вопросом, кому это выгодно. Кто хочет донести до вас, не проговаривая до конца, подталкивая вас, чтобы вы логически до конца эту мысль провели, кто доводит до вас мысль, главное не молись. Хочешь, чтобы у тебя семья сохранилась, ты, главное, не молись. Ты не читай молитвы, ни утренней, ни вечерней. Ты не читай Евангелие, ты не читай Псалтырь. Ты, главное, не молись. Аначе будешь молиться, муж от тебя уйдет, семья у тебя разрушится. Ты, главное, не молись. Знаете, дорогие мои друзья, любой священник, хоть более-менее опытный, прослуживший, может быть, 10 и более лет, сколько может вам рассказать потрясающих случаев о том, как именно молитва, в первую очередь женщины, ну, чаще всего, женщины-христианки, как раз помогла сохранить семью. Или детей, детей исправить. Именно молитва. И вот позвольте, зачитаю вам, зачитаю вам из миссионерских писем святителя Николая Себского очень трогательные и очень поучительные письма. Письмо 149-е. Бедной женщине о крепкой молитве. Вот что пишет ей святитель Николай. Вы живете с мужем и младшим сыном в большой бедности. Ваш сын – чиновник. Но он давно бросил вас. Годами он не пишет, не присылает подарков своим заботливым и неимущим родителям. Отец не хочет и слышать о нем. Но вы пытались успокоить его, защищали сына, извиняли его невнимание к вам. А втайне вы проливали слезы и молились за блудного сына Богу. Так продолжалось несколько лет. Вашу материнскую душу переполнялись страх и стыд. Страх, что отец проклянет сына, и стыд, что он публично отречется от него. Поэтому вы все чаще и усерднее возносили молитвы тому, единственному, кто может помочь. Вы молились, постились, возжигали свечи, творили милостыню и делали все, что следует делать верующей матери. Непрестанно изо дня в день, вот уже семь лет, не отступая и не сомневаясь. Наконец, спустя семь лет, вы получили то, о чем просили Бога. Окаменевшее сердце сына обратилось к родителям. На прошлую Пасху вы получили от него покаянное письмо и денежный перевод. Просит прощения. Не понимает, почему так долго был жесток своим родителям, словно какая-то жестокая скорлупа покрыла его сердце. Обещает усердно писать и посылать помощь. Каждую неделю приходит от него письмо и каждый месяц деньги. Материнской радости не было предела. Ваша благодарность Богу превзошла все слова и вылилась в слезах. Вот смотрите, плоды молитв женщины. Семь лет, не теряя надежды, молилась и постилась вожигала свечи и творила милостыню. Я радуюсь вашей радости и благодарю Бога, уважаемая госпожа. Я со всей серьезностью называю вас госпожой. Господство ваше не в изобилии земного имения, не во временном богатстве и не в тщеславии людском. Господство ваше основано не на господской крови, а на господском духе. Вы вознеслись душой до царя царей и Господа над господами. Мысленно вы с ним общаетесь, молитвую с ним говорите. Таинственно ответил Господь на ваши молитвы, вашему сердцу. Так что, как когда-то Хананейнки, женщина, велика вера твоя, будет тебе, как хочешь. И произошло то, что вы хотели. Вернул Господь заблудшего сына на правый путь, спас его от отцовского проклятия, которое ведет к вечной погибели, а отца от отчаяния. Вас же Всевышний наградит за вашу веру и тем еще крепче утвердит ваше духовное господство и благородство, пока не перейдете вы в вечное царство, где господствуют господа Христовы. Мир вам и благословение Христово. Смотрите, какое утешительное письмо. И кроме того, дорогие друзья, сколько подобных же примеров вам может рассказать любой священник. А священник — это так или иначе человек в силу своего служения, который соприкасается в первую очередь с человеческой скорбью. Сколько есть семей, где хотя бы один человек молится, чаще всего, так уж получается, женщина-мать, и по ее молитве, которая невидима миру, презираема, недооценена ее молитва, творятся великие чудеса, когда и дети исправляются, и муж, допустим, или другие родственники, которые далеки от Бога, становятся верующими. Поэтому, дорогие мои друзья, к чему я вас призываю в сегодняшней беседе? Призываю тех, кто захочет прислушаться, принять свободной воле. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Когда вы слышите, что кто-нибудь с мнимой заботой, с такой трогательной сердобольностью говорит вам, вот, стала христианкой, и все в ее семье стали мучениками, не осуждайте этого человека. Можете даже не отвечать ему ничего, а мысленно задайте себе вопрос, кому это выгодно? Кому выгодно так тонко, с издекой, глумиться над молитвой, над молитвой женщины и христианки? Кому это выгодно? Я думаю, ответ вы знаете. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok